На Благовещение Пресвятой Богородицы Воспразднуем сегодня праздник царственных тайн. Вся тварь радуется вкупе. Звезды небесные направлялись, спешивших на торжество. Земля в лице пасыря спешила на поклонение. Исайя быстрым ходом пророчества шествовал, чтобы показать торжествующим Деву. Иеремия, хотя и отказываясь, все же шествовал, показывая самого Господа этого торжества и говоря, «Вот Бог наш!» Варов 3.36. Захария спешил, неся торжествующим радость, объявляя повеление о Господнем пришествии, говоря «Радуйся, червь сиона, все царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и осленке сыне под Еремном». Мария и Иосиф положили в яслях драгоценную жемчужину. Волхвы увидев и изумившись в красоте младенца, поведали о нем Ироду, как достойном царе, он же, услышав и с хитростью скрыв смертоносное поклонение, старался увидеть эту жемчужину. Но так как был недостаток, недостоин этого, то не получил желаемого и, как осмейный, недоумевал, что ему делать. Бесплотные ангелы, ликой на этом торжестве, говорили «Слава Вышней Богу на земле!» Странное, единое чудо! Всякий язык превосходит предмет праздника, чтобы восхвалить Марию, с которой постный ангел взывал «Радуйся, благодатная! Господь с тобою!» Лука 1, 28. Она же в трепете, смущенным оком глядела на говорившего и, изумляясь в видении, обсуждала в уме своем сказанные слова. «И что значит это приветствие?» Говоря «О, странник!» Странным голосом странное говоришь ты. Или ты не знаешь обыча приветствующих, или испытываешь меня, легко ли мной овладеть? «Радуйся!» — говорят все присутствующие. Но благодатная странно, особенно для тех, кто обещается вместе с благочестием хранить ей чистоту. Поэтому суровым лицом и гневным взором грозно обратившись к говорившему, она изгоняла его словами «Уйди, уйди, человек, с порога моего!» «Так ли ты, входя, начал?» «Ты не угоден мне, хотя бы и думал иначе. Ты хочешь увлечь меня, как Еву, мать рода человеческого. Не победить тебе красоты леса моего, не чувства долга, которые имею я к бедному жениху моему. Беги из дома моего, прежде чем пришел старец. Оставь это место, чтобы не обвинил тебя этот старец, потому что ревнив он. Лучше тебе удалиться, потому что если он увидит, что ты говоришь со мной и обещаешь мне, что невозможно для человеческой природы, то и себе самому причинить зло, и мне скорбь и слезы. Но ангел неустрашимо говорил «Радуйся, благодатная!» Увидя его настойчивость, дева прислушалась к словам, желая точнее узнать цель говорившего, и после этого, слыша радость благодатная, приняла это приветствие. Ангел же присовокупляет «Господь с тобою». Лишь только дева услышала «Господь с тобой» и точно позвала говорившего внутрь. «Ты, — говорит, — принес с собой Господа, войди внутрь, и скорее заповедуй, зачем явился». И ангел сказал ей «Вот заснешь в очреве и родишь сына, и нарекут ему имя Эммануил, и он будет велик. Бог сильный, князь мира властитель, отец будущего века». И дева отвечает «Нет еще ни брака, нет ни брачного чертога, и уже рождение. Ты не знаешь, что делаешь. Если тебе, как страннику, что-нибудь нужно, то возьми и иди, а не предрекай ни, кстати, того, чего не знаешь. Во всяком случае, если я и зачну сына, то непременно от Иосифа. Тогда ангел говорит «Не обманывай тебя, сей будет велик». «Каким же образом велик?» отвечает дева. «Обручник мой беден, и я крайне бедный, имущества у меня нет, денег мы не имеем, родом незнатны, и сверх того нас заставляет идти на перепись». Конечно, как плательщик подать, он заплатит дихт-драхму, а ты говоришь «Будет велик». «Перестань, перестань давать такие обещания». Но ангел в ответ «Ты не веришь меньшему, прими же хотя бы и не хотела больше. Сыном Всевышнего наречется». И дева «Уйди же из дома моего, чтобы не услышал Иосиф, и не объявил священником, и как лишаемый супружества не отек фекиры шеи твоей, потому что ты говоришь со мной на пороге обители моей. Ты обещаешь привезти мне жениха с неба? Но какое же небесное существо, расположенное в браку?» «Все небесные существа суть бестелесной духи. Как же бестелесное соединиться с телесным?» «Из тела и бестелесного Сын Всевышний наречется». «Откуда же, — спрашивает дева, будет иметь отца, имеющий родитель, как ты говоришь, от меня?» «В том и заключается, — дева, — отвечает ангел. «Величайшее чудо, что ты не познаешь мужа и родишь того, о ком я говорю, и дитя не окажется сиротой. Она взойдет из утробы твоей, не повредив затворов, и ты не утратишь девство, скормишь рожденного тобой, на руках своих будешь носить младенца и узришь его, сидящего на червимах. Этому рожденному тобой даст Господь Бог престол Давида Отца Его и воцариться в доме Иакова вовеки, и царству его не будет конца. И дева к нему против воли ты впал в противоречие. Уста твоя обвиняет тебя, и речь твоя обличает тебя. Незалога перед тем ты говорил, «Сын Всевышний наречется, рождаемый», а теперь говоришь уже, «Сын Давида». Что значит эти речи? Что ты хочешь же слову верить мне? Хочешь возвести умы к небесам, то не извести опять на землю? Какому же слову верить мне? Первому или второму? Ведь ты говоришь, «даст Господь ему престол Давида Отца Его и царству его не будет конца». Ни один царь не был бессмертным, никто не избежал общего конца. Над всеми владычествует и всех постигает смерть. Всех эстезует черви, никто из царей не избежал затворов ада. Всеми владеет смерть, всех стережет в гробах. Никто не ускользнул от ее уст, никто не избежал ее сетей. Ни Саул, впервые осветивший царству Диадему, ни Давид, который объявлен был царем через помазание из рога, ни Самуил, отец царей, через елей указавший достойного и отвергший недостойного, ни мудрейший Соломон, мечом облечивший ложь блудницы, ни Изекия, слезами отвративший смертный приговор. «Как же мой сын будет царствовать вовеки?» И ангел отвечает, «В том и есть, Мария, дивное таинство, что все умерли, а твой сын победит смерть, воздвигнет мертвых, воскрутит умерших, отверзит гробы, сокрушит заборы ада и восставит многие тела усопших, потому что бессмертный от бессмертного, рожденный, умертвит смерть своей смертью». «Итак, перестань не верить, чтобы не подпасть обвинению. Тот, о ком я говорю тебе, уже вошел через слух твой, чрево твое, совершая обновление его». И Дева в ответ, «Чтобы я согласилась с этим, сначала уверь в меня, каким образом, имеющая родительство от меня, без отца, и будет сыном Всевышнего и сыном Давида, как ты говоришь. И как ты назвал двух отцов? «Сначала узнай», – отвечает ангел. И тогда противоречит. «Когда говорю тебе, сын Вышнего, я указал тебе на бесстрастно рожденный в прежде веков от отца. А когда говорю, сын Давидов, сказал так, потому что ты произошла от Давида. И так, получив уверение, храни слова мои, потому что и я раб того, которого ты имеешь родить». Сказав это Деве, ангел оставил ее. И она размышляла в себе и говорила, «Поведать Иосифу или лучше скрыть тайну? Если приходивший солгал, то раздражу против себя язык старца». И когда так размышляла Дева, чрево ее увеличилось, и владенец играл в нем. Обеспокоившись этим, Мария прикрыла множеством покров в живот свой, желая скрыть от Иосифа, но не могла скрыть града, лежащего вверху горы. Ведь чрево поразил Иосифа, и он подозрительным оком смотрел на Деву. Он хотел укорить ее и понуждался молчать. Хотел укорить, как продавшие сокровища девства. Но прежняя жизнь возбраняла это сделать. В конце концов, он истерзал скорбью душу свою. «Увы», — говорил он, «что сделать мне? Лицо, как у Девы, вид, как у Девы, глаза, как у Девы, смех и речь, как у Девы, а чрево не Девы, а матери. Увы мне, увы, не могу более терпеть, видя это. Не открыт ли на конец дело, не облечит ли Марию? Позор будет общий. Не разгласит ли мне во всеуслышание, чтобы не называться отцом младенца, рождающегося без семени? Никто не может обвинить Деву, потому что носимый в очреве, не имеет где-то родителя. Пожалуй, мне опасно и молчать, и говорить об этом. Что же сделать мне? Призвать ли и расспросить, или объявить, не спрашивая? Лучше обречу, как повелевает Писание. Не сделал ли преступление? И так, призвав ее, с суровым видом, он стал судьей бывшего утроба судьи. Скажи мне точно, говорил он, что случилось с тобой? Не скрой от меня, что произошло с тобой? Никто не может слышать слов твоих. Я умею сохранять тайны. Никто не узнает дело. Только мне скажи, все верно. Откуда в тебе то, что я вижу? Покажи мне его отца, и я освобожу тебя от вины. Ты получишь прощение, как женщина, побежденная плотским желанием. И Дева отвечала ему, если ты ищешь его отца, то не найдешь его никогда. Если же состешь его сирым, то ошибешься и в этом. Тогда Иосиф говорит, ты не можешь Марии ничего солгать. Как он может не быть сирым и не иметь отца? И Дева в ответ, если ты хочешь знать, кто Иосиф, так как ты и не знаешь, то не поверишь мне, если скажу тебе истину. Ты видишь чрево и не видишь сокрытого в нем Господа. Замечаешь чрево и не помышляешь о рожденном прежде Денице из Отца и обитающего во мне. Если скажу тебе, что сказал мне ангел, ты скажешь самой себе ты свидетельствуешь и свидетельство твое не истинно. Иосиф говорит, приведи слышавших и бывших при том, представь истинных свидетелей. И Дева сказала, если этого хочешь, ты никогда не найдешь один. Один он послан был ко мне единой. И один наедине говорил со мной, никто не присутствовал, потому что никто не имел быть отцом рожденного. Но так как слова Девы не удостоились веры, то подумав, она пришла к другой мысли и сказала, чрево выдает меня, младенец, играющий в утробе моей, обвиняет меня. Зачем же мне еще боли возбуждать против себя Иосифа? Покрою молчанием уста свои и разужусь невидимо с ангелом. Где теперь ты, сказавший мне радость благодатная, в каких местах обретаешься? Скажи, чтобы я явилась там и повисла на шее твоей, пока ты не придешь и не уверишь Иосифа, чей сын тот, кто играет в лошадь в шрево моего. Я не могу сносить, чтобы старец подозрительно смотрел и роптал. И я не знаю, где ты медлишь. Приди и защити меня. Когда таким образом говорила Мария, ангел внезапно являлся Иосифу и дав ему уверение, воспретил изгнать Деву, говоря Иосифу, не бойся принять Марию, жену твою. Возвещаю тебе не участие в браке, а домостроительство божественных тайн. Ты не являешься отцом, не ищи на земле отца, не в небесах матери. От всякого сиротства рождается рождение свободно, потому что он единый от единого прежде веков существует единственным образом. Ныне же единый от единой, как знает, он един. Не смущайся относительно Марии, не огорчай рождаемого от Марии, не допытывайся о способе рождения, чтобы не сделать тебе зла, младенца, и чтобы младенец не сделал тебе зла, не допытывайся относительно Ковчега, чтобы не лишиться вклада. Не порочен сосуд неоскверненного сокровища, чист алавастр, бессеменно рождение, не сочетанно браком девица, не знает брачного чертога дева. Не сеченна скала, заключен вертоград, запечатан источник незасеянное поле. Не насаждена лоза, не задумано рождение. 973. Если не веришь моим словам, жди времени рождения. Если будет плач истинание у Марии, как у прочих жен, то человек, а не Бог, рождаемый от Марии. И сказал Иосиф, если это так, как сказал ты, архангел, то напрасно метутся язычники, народу замышляет тщетное. И сказал ангел, если хочешь узнать, узнай. Теперь же, потому что Господь сказал рождаемому, сын мой, я ныне родил тебя, ему подобает слава вовеки. Аминь. Игорь Негода, Игорь Негода, Игорь Негода. Продолжение следует...